Итак, вы решили завести бигля или пока только думаете об этом? Конечно же, вас привлекает симпатичная морда, по веселому нраву и добрые глаза. Но перед тем, как принести домой одного из них, давайте я вам расскажу, чего вам стоит ожидать. Бигль считается крайне непослушными и малообучаемыми собаками. Вы запросто можете столкнуться с погрызанной мебелью, разбросанными вещами, испорченными предметами одежды и так далее и тому подобное. Маленький бигль, как ребенок, ему нужно уделять очень много времени. Особенно первые полгода могут превратиться для вас в сущий ад, если у вас нет возможности постоянно находиться дома. Некоторые рекомендуют покупать для библии вольеры и таким образом их контролировать, но учтите, что ваша собака не должна находиться там более 4 часов в сутки. С того момента, как эта собака появилась у вас на пороге, она будет вашим постоянным компаньоном за каждым приемом пищи и даже при открытии холодильника. Но это одновременно и плюс. За вкусняшку бигли готовы выполнять любые команды и очень быстро обучаются именно таким образом. Стоит помнить, что бигли – это гончие собаки, хоть и самые маленькие. Эта порода крайне активная, поэтому ваша задача – приложить максимум усилий для того, чтобы собака могла находиться на свободном выгоде. Биглям обязательно нужен простор, они обожают гонять зерними собаками, резиться и играть. Если вы постоянно будете водить своего бигля на поводке, то он очень быстро наберет вес и в целом его здоровье ухудшится. Поэтому будьте готовы к тому, что в целом в день ему нужно будет посвятить не меньше часа, а то лучше 2 или больше часов. Бигли очень любят лай. Слышали когда-либо выражение о песне бигля? Это как раз о них. Лично я знаю очень мало биглей, которые практически не лают. Бигли лают в игре, когда просят или требуют чего-то, и даже бывают во сне. В редких случаях они так не могут скулить или лаять от одиночества. Поэтому если у вас маленькие дети или нервные соседи, то учитывайте обязательно этот фактор. Если вы задумываетесь над тем, кого лучше выбрать, мальчика или девочку, то учитывайте, что с мальчиками вам нужно будет скорее всего дольше гулять, потому что в их привычке помечать территорию, и из-за этого процесс гуляния растягивается значительно подольше. Также мальчики нередко любят проявлять свой нрав и лезть в драки, особенно в молодом возрасте от 1 до 2 лет. Если вы в будущем планируете сводить свою собаку, то учитывайте, что у мальчиков обязательно должны быть значимые награды, в то время как девочкам достаточно просто быть красивыми. С девочкой же начинаются проблемы с течкой. В это время с собакой очень трудно гулять, нужно находить какие-то укромные места, чтобы к вам там никто не приставал. И конечно же, если ваша девочка будет рожать, то это огромные финансовые траты на ветеринары, сопровождение беременности, роды, на первые прививки щенкам, на содержание мамы с щенками, и также это могут быть, конечно же, непредвиденная порча вещей и вашего имущества в целом. И если вас не смущают все эти пункты, о которых я вам рассказала, значит бигль это 100% ваша собака. И хотя все эти особенности присущи породе в целом, то не забывайте, что ваша собака будет индивидуальна. У нее будет индивидуальный характер, темперамент и, конечно же, очень многое зависит от воспитания. Несмотря на все эти недостатки, вы 100% не сможете ненавидеться тому, насколько позитивны и добрые эти собаки. Бигль это не та собака, которая разделит своими горе. Бигль это та собака, которая вытянет вас из любой даже необычайшей депрессии и заставит вас радоваться жизни. Если вы активный человек, если вы любите много гулять и также можете посвятить время на воспитание собаки, я вам очень рекомендую эту породу. Наш Сэмик с нами уже 2 года и я просто не представляю, как мы жили без него. Кажется, что наша жизнь была не полноценной и в ней было намного меньше позитива. Бигль это самая лучшая порода на свете. Если у вас остались еще какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях и я с радостью на них отвечу.